вот такой вот трак я здесь увидел это человек новую взял уже правда крыло успел садить прикольная honda если тебе не надо таскать дом на колеса то чисто для работы отличный вариант здесь на крышку это делаешь открыл тебя здесь equipment на крышка чем хорошо ему что меня сути суда будет снег вот спортивная версия 4 на 4 причем он умудрился во флориде купить 4 на 4 что вообще нереально во флориде лестницу это он закрепил рейлинги покупал отдельно за собачил рейлинги и лестница вот так без стоя как у меня просто по крыше внутри чё тут комплектация не самая навороченная ну нормально за 40 с чем-то тысяч он ее покупал не помнит цену мы что все берем в эти выпад выплаты в кредиты поэтому точную цену не знает какие-то коробки с оборудованием также как у меня на заднем сиденье не на сиденье на полу то есть уже складывается вот эта канитель вот видишь он сзади разложил тык 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 и берите надо мне так нравится сука работать воскресенье 8 утра люди не отвечают на звонки люди не отвечают на интерком в итоге ты ждешь кто-нибудь выходит из дома стучишься в дверь там какое-нибудь тело сонное после вчерашней вечеринки в субботу говорить тебе что все нормально ему ничего не надо блин это отлично закрываешь работу получаешь свои 45 баксов и поехал дальше но вот такие есть накладки что воскресенье 8 утра часто не попадаешь клиентам велик на прокат видишь тихо спокойно 8 утра все спят пустые детские площадки благодать ночью шел дочь конкретный ну впрочем как каждую ночь каждую ночь как будто бы дождь включают просто включили он идет гром гроза у меня в трейлере сверху люк прозрачный все сверкается мелькает поставил машину далеко так получилось и да да тетя да да обогинар здраво 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 пол 11 закрыл четвертую работу хорошо идем уже сейчас был нормальный хорошо пообщались пока модем грузился таким образом совершенству английский язык когда нормальный человек трещим 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 постоянно постоянно трещим 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 чтобы мозг и язык привыкали и я вижу разницу конечно гораздо все у меня уже лучше с подбором слов там и 5 10 хорошее утро миннесоте уже не жарко глаз вы увидели какая весна у не весна осень какая красивая в миннесоте просто она такая удара довольно долгая желтая такая классная красивая осень прошлом году я здесь осенью был когда такая погода была хорошая когда уже все пошел тело все сейчас уже потихонечку начинает желтеть чуть-чуть мало мало но уже так не такой сочный зеленый цвет цвет ну по моему в этом году нам не придется любоваться осенью миннесоты так что так как скоро отскакиваем а вообще рекомендую осень здесь волшебная он видишь уже желтеют 6 сентября сегодня уже желтеют листики когда я говорю про шикарную осень я имею ввиду что может быть там где ты живешь осень такая же классная но я сравниваю со своим регионом с ростовской областью у нас по сути осени нет она крайне короткая то есть у нас крайне короткая весна и осень то есть у нас тупо зима и летом поэтому в моем понимании здесь очень длинная осень и красивая пока еще преимущественно все зелененькое но ночью я уже подтапливаюсь ночью уже температура опускается я думаю в районе там 12-15 градусов ночью уже точно и он потом нормально хорошо но уже подтапливается вот тоже бред да вот маски валяются люди бросают там мусорники 5 10 кто-нибудь вообще задумывается над тем что маски вы на людей одели это хорошо вы вообще задумывались как вы их утилизируете то есть вот она валяется еще на ничего страшного что она вот так валяется никому не опасно если она опасна где утилизация масок бред вот прилетела работенка кидаем новую линию вещь как у меня удобно не надо доставать никакие катушки ничего просто конец схватил потянул куда тебе надо и все либо использую вот такие стойки но даже про вот эти стойки я узнал наверное через год после работы я доставал каждый раз катушку ставил ее на землю и вручную потихоньку вот так вот разматывал по жаркому Техасу и никто мне не сказал и не показал ни про вот эти стойки ни про вот это вот понимаешь я тебе сейчас уже показываю когда год пробегал сам вручную залазим на столб цепляем страховку прикручиваем крючок одеваем хэнгерс цепляем кабель цепляем его закрепляем зиптайками делаем вот такую дугу небольшую на разгон кабеля цепляем зиптайками и подключаем штаб вешаем ярлычок с номером дома любуемся красотой со столба спускаемся и продолжаем работу вот туда нам надо кабель натянуть на тот дом кто ребята считает что вам достаточно лестницы 24 фита но я скажу что здесь я выдвинул две ступеньки всего осталось то есть это где-то 26 теперь дрочусь тут кабель через ветки просовываю рядом с домом запутывается что это за фигня какие-то райские яблочки на доме все по старой схеме только без хаусбакса не кайф мне ее вешать кабель идет сразу из ливенрума на стене короче все расположил следующая работа вот у чувака выходит кабель подключен сюда это диш директиви антенна на крыше но в другую хату идет кабель уже здесь соединенный сейчас сюда ставим сплиттер один пошел туда один пойдет к нам и все 45 баксов закрываем теперь это выглядит вот так и кабель закрепил двумя клипсами но это даже мог и не делать то есть он мог просто болтаться но я закрепил потому что у меня хорошее настроение творческое а так вообще видишь что тут как оно все исполнено поэтому то что я насадил две клипсы это просто шедевр ты видишь кто-то тоже клипсы насадил только посмотри как нафига он их там насадил я не знаю просто кабель криво не вот так вот как-нибудь а вот так вот еще и клипсы сюда посадил так что кабельчик сам бог своего творения и никто тебе не скажет что ты сделаешь что-то не так потому что ты так решил сделать значит так надо это тот мотоцикл который я если буду брать возьму в черных районах я все говорил там как чего вот смотри кабеля висят хаусбаксы без крышек все висит все болтается это я уже сделал новый коннекшн оранжевый кабель мой все по стенам ну и соответственно можно не заморачиваться то есть я бросил вот так вот его просто по земле кому надо галькой присыпят кому не надо пускай не присыпает и в дырку в дом загнал и все все легко и просто главное все довольны до потолка ух ты какие-то старые кирпичные дома прикольные у нас тридцать один двадцать четыре вот видишь три таких домишки кто там спрятался я еще в таких вытих не работал посмотрим сейчас что там прикольные домишки ну кабеля всегда как всегда у нас висят что там у них за поле рядышком какой-то бейсбол по-моему все зашел и вышел работа отличная такая мне нравится модем онлайн все хорошо просто в программе делаю трансфер и забираю свои 45 баксов все хорошо да поле для бейсбола и там какое-то озеро нормально райончик а вон там еще такие дома бурый кирпич и внутри нормально я зашел планировочки хорошие раут а а а и Продолжение следует...